И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, старому, любимейшему моему сочетанию, который я использую уже на протяжении долгого периода времени. Как вы знаете, у нас на выходных были 15-минутные матчмейкинговые бои, и помимо всяких джиггернаутов, титана Тесил и прочих вещей, я, конечно же, хотел поиграть на этом интересном, замечательном сочетании, а именно на Хорнета Страйкере с дистанционным подрывом. Ни для кого уже не секрет, что это одно из самых интересных, на мой взгляд, вооружений на данный период времени. И, конечно же, я хотел, пока были 15-минутные бои, сделать какой-то интересный рекордик, набить большое количество киллов, ну и вообще постараться сделать что-то интересное. Конечно же, у меня получилось, может быть, не совсем то, что я хотел, но если вы смотрели первый видос с Хорнета Страйкером с дистанционным подрывом, который я записывал на канал, я говорил, что я хотел бы набить за обычную матчмейкинговую битву около 50 киллов за бой. Как вы понимаете, 15-минутные бои ввели, соответственно, моя цель умножилась на 2, и я хотел дать, ну, хотя бы сотик, хотя бы сотик. Если бы соточку даю, то, в принципе, это то число, которое меня полноценно устраивает. Поэтому я отправился в матчмейкинг. Играть бои. Не все бои были максимально удачные, но один из боев вы видите прямо сейчас на своих экранах. Это Александровск, это Регби. Как ни странно, именно в этом режиме получилось набить очень хорошее количество киллов. Что касаемо карты, то это одна из самых удобных и качественных карт для использования Хорнета Страйкера. Ну и эта сторона тоже, как по мне, больше подходит, нежели та сторона, за которую сейчас играет противник. Здесь есть возможность постоянно находиться сверху, ну и с дистанционным подрывом давать большое количество урона. Единственный минус 15-минутных боев в таком ключе, это то, что ближе к концу, даже можно сказать к середине боя, вы уже потихонечку начинаете подуставать и уже не с такой активностью даете киллы. Но прошла одна минута, у меня уже 7 киллов, и это только начало. Это только начало. Забегу немножечко вперед таких боев на Хорнета Страйкере. Я не катал, может быть, вообще, но если катал, то это был какой-то 7-минутный бой, который, ну, просто закончился там где-то на 45-50 киллах, и все. Наши тиммейты очень резво начинают данный бой, уже ведутся счетом 1-0, и, если не ошибаюсь, сейчас последует довольно быстрая следующая доставка, и я на какой-то период времени задумался о том, что, блин, а вдруг сейчас ребята сделают досрочку, и я не сумею набить хорошее количество киллов, потому что уже я понимал, что, ну, здесь идут киллы нереально круто, быстро дамажу противника, быстро уничтожаю 1-го, 2-го, 3-го, ну, когда привыкаешь чуть больше к дистанционному подрыву, так это всегда и происходит. Тут уже летит вторая доставочка, и я начинаю задумываться о том, что, блин, только-только недосрочка. Позиции шикарные, летит просто демеджа, ну, это вообще жесть, просто жесть. Вот вы видите, я четверых, пятого, шестого, седьмого туда, восьмого, девятого и десятого, короче, очень большое количество киллов летит, да, и позиция, да, как бы, ну, довольно открытая, да, ты стоишь, как бы, на накидочке профессиональной, и у тебя за 2,5 минуты 24 килла. 24 килла за 2,5 минуты. Я такого не ожидал видеть вообще никак. Ну, за такие тайминги тут просто летят эти киллы. Мне подфартило еще с тем, что противников много всяких хопперов, харьков, васпиков и позиций по дрэгби, да, то есть противник всегда пушит вот этот вот мост, который вы видите, который диктатор сейчас, дико Гаусс проехал, они всегда туда пушат. И получается, когда вы стоите на центре, на той позиции, где можно постоянно уничтожать противника, если противник везет там мяч, то он везет 100% либо по мосту, либо возле этого моста. И, соответственно, вы всегда дамажите туда, дамажите, дамажите, уничтожаете. Плюс овердрайв харька, да, это еще харек, который уже, если что, занерфили. Занерфили харечек, да, то есть там уже сейчас нету того пробития, сколько там, 5 секундов или 10 секундов, я не помню сейчас сколько было, но знаю, что сейчас у нас 3 секунды всего лишь пробития дается на танк. То есть, по сути, ну, без пробития. 32 килла, прошло 3,5 минуты. 32 килла. Я был безумно рад этой катке, но старался не так сильно радоваться, как старался дамажить, 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 и еще раз дамажить оппонента. Даже здесь где-то по таймингу уже будет, что я своим тиммейтам напишу, не уничтожайте их так быстро, не чпокайте их так жестко. Да, то есть там тиммейты так начали ставить эти мячи, что я уже думал, ну все, Габелла, сейчас будет досрочка, и я буду сидеть в целотище, потому что я не смогу дать суперкрутой рекорд. А я хотел, ну, 50-очку за 7 минут. 50 за 7 минут, здесь 15-минутный бой, ну, значит, сотик, чуть больше сотика, и тогда вообще будет все very wonderful. Поэтому стараемся, стараемся, работаем, работаем, ребяточки, работаем. Главное здесь, конечно же, было найти тайминг, тайминг, где можно унести противника. Понятное дело, что у меня бустер, понятно дело, что у меня на харьке иммунитет от подавления, дабы мне не могли просто не дать возможность прожать овердрайв. Я до сих пор считаю, что это лучшее устройство для харька, то, что вы можете контролировать всегда свой овердрайв, и прожать его в тот тайминг, который вы хотите. А не когда вам там вас какой-то отключат, нанесет, вернее, подавление, либо там хантер прожмет, где-то овердрайв у вас в очередной раз тоже будет подавление. А так вы просто контролируете ситуацию. Да, у вас нету там возможности защититься от того же Гаусса Эйми, или от каких-то других пробитий, но это вам, по сути, на хоре-страйкере и не надо. Позиции, которые я занимал на протяжении 5 минут давали мне понять в этом бою, что здесь 50-ка за полбоя – это очень хороший результат. Может, даже не такой шикарный, можно даже дать и 60, и 70, и стараться лететь дальше. Что касаемо еще хоре-страйкера, я скажу, что есть очень большое количество карт и режимов, где это вооружение нельзя так четко реализовать. Да, то есть даже если бы здесь был бы Александровск в режиме ЦП, то, как по мне, уже бы реализация была бы не такая плотная, не такая жесткая. Да, здесь вот именно в регби получается так, что противник концентрирует свое внимание непосредственно на мячике, и у вас всегда открывается пространство. Вот вы видите, сейчас по мосту справа едет 4-5 противников, и просто ДД-шка прожимается, 3 сразу летит на респ, 4-го добавки даешь, и еще, ну, здесь можно было добивать, но мины сработали оппоненты. Побольше бы таких было боев, я бы заряжался бы очень большим количеством позитивных эмоций, потому что когда ты стоишь и вот так вот постоянно уничтожаешь оппонента, ты получаешь такой нереальнейший кайф. И вот те ребята, которые до сих пор не играют на дистанционном подрыве, я вам скажу, друзья, вы очень многое теряете, очень многое теряете. Это то устройство, которое, ну, в последнее время для меня открывает что-то новое и что-то очень крутое в этой игре. У нас проходит 7 минут боя, 7 минут боя, то есть это полноценный 1 бой в матчмейкинге. И мне вот интересно, нажму я здесь где-то табик, если где-то таб здесь нажмется, вы увидите, сколько у меня уже киллов. У меня уже где-то под 60. Под 60 за 7-минутную матчмейкинговую катку. Ну и противник, вы видите, что делает противник? Противник просто кучкуется. А что нужно Гауссу? Ой, Гауссу говорю. А что нужно Страйкер с дистанционным подрывом? Нужно просто поймать тайминг, где противник будет стоять в одной определенной точке. 59 киллов. Прошло 7,5 минут в бою. Почти тысяча очков. Тысяча очков, друзья. Это очень круто. Очень круто. И к глубочайшему сожалению, уже сверху я записываю все это дело, когда 15-минутные бои матчмейкинги закончились. Я очень сильно надеюсь на то, что они вернутся. Потому что из-за одного вооружения замечательного Страйкер я особо сильно не наигрался. Но очень сильно хотел это сделать. А помимо вот такого видоса с рекордом, да, при том, что он залетел довольно быстро, я особо нигде и не поиграл. Особо не покатал. Да, то есть там, ну может, в бою еще 3-4 я дал. И все, 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 да. То есть у меня залетел рекордик, я сразу оп, так, это на видос. И полетел дальше формилку давать. Потому что, ну, как бы вы понимаете, что на Тесле можно было заформить по кристаллам довольно хорошие цифры. При том, что, ну, не надо было так жестко потеть. Но сегодня не об этом. 6 минут 20 секунд до конца. То есть еще полноценный матчмейкинговый бой. Обычный 7-минутный у нас еще остается. Мы уже проигрываем катку, да. В том бою, в котором я думал, что мы выиграем досрочно в нашу пользу. Соответственно, ну, не хотелось бы проигрывать такой бой. Ведь если мы его полноценно выигрываем, я забираю хорошее количество кристаллов дополнительно с этого боя. Соответственно, я уже потихонечку начинаю концентрировать свое внимание на мячике. Но противник продолжает пушить. 70 киллов, 6 минут до конца. Шикарнейший результат. Но скажу сразу, я уверен, что я потерял приличное количество киллов из-за повышенной активности на мяч. Да, то есть, если бы я бы не акцентировал уже об этом свое внимание на мячике, я старался бы кидать именно урон в тех оппонентов, которые имеют, во-первых, меньшее количество здоровья, во-вторых, которых я бы мог быстро уничтожить и поднять киллы, то мы бы, возможно, увидели бы и большие цифры по киллам. Но я хотел выиграть. Серьезно, да? То есть, не просто как единоличник сыграть на свои убийства, да, и там хвастаться, что ой, ребята, мы слили, но зато смотрите, сколько я киллов набил. Я хотел выиграть. Я реально хотел выиграть, да, и для меня 2-3 это был уже, ну, тот результат, когда надо было что-то делать в бою и стараться как-то помочь тиммейтам доставить мяч. Здесь хоппер игнорирует оппонента, вернее, моих тиммейтов, да, и в моменте я уже думал, что они поставят, благо здесь овердрайв появился, накидочка очередная плотненькая залетает, ну, и с мячом мы пытаемся ехать на доставочку. Я здесь вот сразу вот, исходя из того, что вижу уже со стороны, как бы, зрителя, да, могу сказать, что я ошибся. Я должен был там оставаться сверху на борте и уничтожать противника, который меня уже ждал на приемке снизу, и если бы я бы качественно их отстрелил, то, возможно, у меня бы получилось бы в конечном итоге еще и доставить. Но благо здесь респа удачный, тиммейт прожимает купол и открывается зона для доставки мяча. Харек стопит, но здесь плотненько помогают тиммейты, и чуть было, я не доставлял мяч, но вроде здесь, если я не ошибаюсь, тиммейт доставит. Вроде там ставил на 3-3, за 3-40 до конца, или не ставил? Сейчас увидим. Нет, вроде не ставил. Да, противник подбирает мяч, ну и потихонечку опять начинают они открываться в правую зону, шикарную зону под килы, но, видите, уже как я играю. Я не еду наверх, тянуть там время, там стоять на чпокинге, уничтожать оппонента. Я стараюсь сыграть ближе, стараюсь уничтожить непосредственно того игрока, который будет вести мяч, ну и как-то попытаться законтрить его. Не совсем все получалось у меня, конечно же. Портивника больше где-то здесь получалось подсаппортить. Ну и вот здесь уже тиммейт открывался в доставку, где я думал, что, ну, здесь точно надо ставить, точно надо ставить. У меня есть мяч, у меня есть купол, и единственное, что мне нужно было, это не получить урон от Гаусса, который был с пробитим. Но, к сожалению, я это получаю. В очередной раз ухожу на респ, но это могло бы быть уже плюс 2 доставки, мы бы уже на данный период времени ввели бы 4-3. 4-3 это был бы хороший, шикарный счет. Здесь Хоппера провтыкал я, пытался его добить, но, как вы видите, добивочка не удалась, и по итогу за 2,5 минуты мы вообще полетели 4-2. Я уже даже в какой-то момент подрастроился, думал, да и все, короче, можно уже давать килы, но все равно в голове держал, что хотелось бы выиграть эту катку, ну, как минимум камбэкнуть один мяч, а потом, может быть, если получится, там 2-3 уже было тяжело. Все-таки 2 минуты до конца. Ну и мяч с левой зоны означает то, что наши тиммейты его смогут подобрать. Я уже стараюсь чистить централочку, понимаю, что здесь Хантерочек едет, надо работать, надо уничтожать, появляется уже дополнительный овердрайв, ну и пошла плотная накидка, Харечек, который, к слову, здоровался со мной в бою, если вдруг он смотрит этот видеоролик, то я ему также передаю привет. Он довольно быстро в этом бою понял, что я пришел сюда за каким-то своим определенным рекордиком, ну и старался выиграть бой. Не такое большое количество игроков старается прям вот работать по максимуму, то есть ему я могу сказать, что он красавчик. Да. 4-3, полторы минуты до конца, 95 киллов, да, то есть в моей голове уже не идет мысль о том, что я делаю хорошее количество киллов, да, это понятное дело, да, то есть, ну как бы, киллы уже становятся на второй план, надо доставлять, надо не дать противнику доставить и самому доставить. Здесь я уже думал, что все, Габелла, 5-3, но хорошо, отбили противника и открывать, конечно же, дополнительная возможность на доставку мяча за минутку до конца, как минимум, один можно поставить, а быть может, если там еще там зафартит, то и два. К сожалению, здесь тиммейт у меня забирает мой замечательный овердрайв, но, наверное, я его там особо сильно не реализовал, зато он сумел доставить четвертый мяч за 40 секунд до конца и здесь уже плотненькая накидочка сверху в добавку залетает, я уже там тиммейтом и писал и пытался их как-то взбодрить, замотивировать, чтобы они начали тащить, тащить и еще раз тащить мяч в довольно-таки неудобной зоне, я пытался как-то, ну, изначально подсаппортить там с мячом, но потом, видите, уже пошла накидка от меня в понимании того, что мы уже не сумеем здесь и не успеем доставить, дал я все-таки чуть больше сотика, 102 килла, и это, ну, наверное, самое большое количество киллов, которое я давал когда-либо на Хорната страйкер, получил я 11400, как вы видите, там в начале можно было посмотреть, сколько я еще опыта заработал, но я не заметил, но в общем и целом для подобного матчмейкингового боя это шикарнейший результат, да, и если бы я бы, как уже сказал ранее, не концентрировался на мячах, возможно, получилось бы дать где-то там 110, 120 киллов, да, но победа важнее была, к сожалению, ее, конечно, мы не добились, но ничья в таком бою, при том, что противник набивает 720 очков первое место, я набираю 1670, это своего рода отличный показатель, для меня лично, 20 раз меня уничтожили, почти пятерик купе, ну и в очередной раз я скажу, что хотелось бы увидеть еще матчмейкинговые бои такие, где на 15-минутных боях можно будет сделать что-то подобное, для меня это вооружение дает ну какой-то дополнительный заряд эмоций, сейчас, наверное, нету уже больше ни одного вооружения, которое приносит такое удовольствие, да, когда ты даешь какие-то там страйкеры на хорошей плотной дистанции, и вылетают вот эти вот цифры, по 3000, там, по даже 2500, половины, эти ваншоты, когда залетают, это очень крутое чувство, очень крутое чувство, и я уверен, что очень большое количество игроков до сих пор на этом страйкере не катало, да, это, ну, своего рода не легкое вооружение, да, не изи-каточка, там, пробел, вернее, кирпично пробел не поставишь, и просто там АФК не постоишь, и тебе там не будет насыпать киллы просто с неба, да, на этом надо уметь играть, но в конечном итоге, если побомбить, попотеть, поучиться, в дальнейшем вы получите очень крутую камбулю, с которой вам будет очень приятно играть в матчмейкинге, ну, и может даже и не только в матчмейкинге, как-то так, друзья, как-то так, друзья, это один из последних видосов с 15-ти минутных матчмейкинговых боев, я очень надеюсь на то, что вам подобного рода видосы заходят, понравилась эта камбулечка, вы поддержите этот видос лайком, конечно же, конечно же, если вдруг еще не подписаны на канал, так же подписывайтесь, не забывайте про личный мой тег, да, тимп, все как всегда, в настройках игры, в аккаунте, тег создателя контента, ставите его, тимпулечку, да, надеюсь, что видно, поддерживайте меня, ну и те ребята, которые поддерживают, которые вносят копеечку, не забывайте про то, что розыгрыш уже полноценный, второй, второй, стартовал, да, скоро еще будет видос с анонсом, может даже, когда вышел этот видос, уже анонсик вышел, по поводу второго розыгрыша по тегам, как-то так, как-то так, ждем матчмейкинговых боев, пишите, что вы думаете по этому поводу, возможно делитесь своими какими-то замечательными рекордиками, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,